Мощные снегопады в Центральной России. Тульская, Калужская, Рязанская, Ярославская области. Метель с утра и в Москве. Снег стеной, очень низкая видимость. Многокилометровые заторы, в которых стоят грузовики, автобусы и легковые автомобили. Спасатели развернули несколько пунктов обогрева для водителей и пассажиров. После сильнейшего шторма, который на прошлых выходных обрушился на оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край, несколько регионов России начало заваливать снегом. Такого снегопада в начале декабря в РФ не было уже 70 лет. В Россию пришел тропический атмосферный вихрь Оливер. Трасса М-5. Урал из-за снегопада уже не первый день стоит в многокилометровом заторе. Несколько тысяч машин оказались просто в снежной ловушке. Ледяной дождь обрушился на Сибирь, заблокированы трассы федерального значения. Самолеты не могут взлететь из-за обледенения. Как суден, так и взлетно-посадочных полос. Целые регионы становятся обездвиженными. В связи с прохождением фронтальных разделов ночью с 3 на 4 декабря и днем 4 декабря по Кузбассу ожидаются снегопады. Местами метели, гололед. Местами снежные заносы. Усиление западного ветра 15-20 метров в секунду. Местами порывы 25-28 метров в секунду. Резкое похолодание. Зима только начинается. И похоже, что аномальные холода и осадки смогут пережить не все россияне. Конечно, Европа уже второй год замерзает без российского газа. Но это только по телевизору. По факту простые россияне вынуждены брать кредиты на закупку дров, чтобы не умереть от холода. Все, что у меня есть пока на данном раме 20 кубов, у меня входило 10 тысяч. Мне это хватало. А нынче я не могу, потому что один куб опоится. Мне 4,5. И мне этого не доставили. Мне надо будет 20, наверное. И ободелся мне 1096. И я не располагаю таким следствием. Также дрова можно получить в обмен на своего мужа или отца. Если он поедет воевать в Украину и погибнет. Вот только такая помощь продлится не дольше, чем одна зима. Власти отчитались о доставке дров семье погибшего на спецоперации жителя Бурятии. Центральное отопление, туалеты в квартире – это те блага, которые большинству россиян просто неизвестны. Россия обладает крупнейшими запасами газа в мире. Но с газификацией великой и могучей тоже большие проблемы. В России газифицирована лишь треть населенных пунктов. По логике Кремля, пусть россияне лучше умирают от холода или войне в Украине. Чем они будут дома сидеть в тепле и добре. Деньги идут на войну. То есть российский бюджет все больше и больше милитаризируется. Милитаризируется за счет чего? За счет сокращения потребления простых людей. Это, знаете, как в том анекдоте. Папа, папа, водка выросла в два раза в цене. Ты будешь меньше пить, нет, сыночек, ты будешь меньше есть. Вот приблизительно в таком формате живут сейчас россияне. Зима в РФ только началась. И, похоже, она будет очень холодной и затяжной. Но спасение от холода россиян – дело рук самих россиян. Кремль о холодах только предупреждает. Помогать никто никому не будет. Аномальные холода надвигаются на некоторые регионы России. Холоднее всего будет в Красноярском, Магаданском и Хабаровском краях. На Чукотке и в Якутии до минус 50. Урал, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток тоже готовьтесь замерзать. Можно взять кредит на дрова. Можно поехать на войну и попробовать там заработать. И, как ни прискорбно, пока что эти варианты вполне устраивают большинство россиян. Редактор субтитров А.Семкин